Одним из ярких событий сентября в Польше стало празднование столетия мученической смерти священномученика Максима Горлицкого и 20-летие его прославления во святых. Отца Максима, с чьим именем связан возврат русин под Карпатья или лемкопщины в православие, австро-венгерские власти казнили в первой неделе Первой мировой войны. Подробности из Горлиц. Лемкопщина – регион в польском Прикарпатье, который населен древним народом с русским корнем лемками или русинами. После разделов Польши в конце 18 века лемковские земли оказались в составе австро-венгерской империи, а русины и лемки, так же как и соседние русиноголичане, по мере возрастания национального сознания и возвращения из унии к вере отцов, православию, стали и объектом антирусской политики австро-венгерских властей. В годы Первой мировой она вылилась в настоящий геноцид. Большинство русинской элиты было уничтожено в концлагерях Толергов и Терезин. Вот и на встрече представителя Польской Православной Церкви в Горлицах, где праздновалось столетие памяти святого этой земли священномученика Максима Сандовича, митрополиту Савву встречали стихами о том, как лемков уничтожали в лагерях, где, цитата, окаянный людоед Шваб задумал уничтожить ненавистный русский род. Через лагерь прошла и семья священномученика Максима Сандовича, который пострадал за проповедь православия. Смертный приговор отцу Максиму вынесли в первой неделе Первой мировой войны. Приговор без суда, только потому, что отец Михаил был, как тогда говорили, русской веры, потому что был православный. И вот 6 сентября 1914 года в 6 утра жандармы выводят его из камеры на двор суда в Горлицах и расстреливают. Как поют лемки, в тот момент горы заплакали. Заплакала вся лемковщина. Последними словами отца Максима Сандовича был возглас. Доживет святое православие, доживет святая Русь. Почитание священномученика Максима, уроженца лемковщины, быстро распространилось среди русин и поддерживалось даже после их депортации в концлагере. Святой Максим стал своего рода символом национальной и религиозной принадлежности прикарпатских русин лемков. Святой Максим Сандович был очень важной фигурой для лемков. Даже тогда, когда еще не был колонизирован, его фотографии можно было увидеть рядом с иконами чуть ли не в каждом доме лемковских семей. Это говорит о том, что личность святого Максима уже после его смерти приобрела измерение, можно сказать, святости. Его пославление в лике святых состояло всего лишь 20 лет назад. Но стоит отметить, что уже столетия назад, почти сразу после смерти священнослужителя, лемки признали его своим святым. Можно говорить о том, что мученическая смерть за православие стала осознанным выбором отца Максима. Он, выросший в унятской русинской семье псаломщика, в среде, где помнили о своих православных корнях, ушел из унятского в православный Почаевский монастырь. По благословению, тогда еще, архиепископ Антония Храповицкого окончил Житомирскую православную семинарию. Сам настоял на своем служении в родной лемковщине, чтобы нести свет веры православной родному народу, насильно ввергнутому в унию. Владыка Антоний предупредил семинариста, что за проповедь святоотеческой веры среди русин унятов, Максим может пострадать от австрийских властей. Австро-Венгрия поддерживала унию прежде всего как антирусский и антипольский проект. И действительно, два года отца Максима австро-венгерские власти держали в тюрьме Львова по подозрению в пророссийском шпионаже. Сам же пастырь говорил, что его единственная политика – святое Евангелие. Смерть отца Максима Сандовича в сентябре 1914 года лишь побудила русинский народ лемков к возвращению в лоно православной церкви. Эта земля урожена православной мученической кровью. О том мусите памятать все. Кровь мученическая приносит великие и завтра плоды. И плодами той мученической крови до сегодняшнего дня. Столет прошло, а мы вспоминаем. Мы имеем эту митру на голове учителя святого мученика Максима, святой памяти митрополита Антония Хруповицкого. Никто не думал. Знаешь, что так будет. Радует его сердце сегодня. Радует также душа святого мученика. И возносит мы митвы за всех нас и за ту землю, на которой он пострадал, за всех любящих и ненавидящих. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Горлицы. Польша. Продолжение следует.